Сегодня, в 2018 году, мы отмечаем 40-летие, пожалуй, ключевого в истории персональных компьютеров процессора, а именно Intel 8086. Именно с него началась эпоха архитектуры x86, заложившая основы развития процессоров на многие годы и десятилетия вперед. Именно ему мы обязаны взлету популярности компьютера как индивидуальные единицы, доступные каждому пользователю. В честь 40-летнего юбилея процессора, с которого началось превращение Intel в многомиллиардную корпорацию, компания представила небольшой символический подарок своим поклонникам. Им стал юбилейный i7-8086K, первым процессором в истории Intel, способным работать на частоте 5 ГГц прямо из коробки. Но сегодня мы не будем петь дифферамбы инженерам современных процессоров-лидеров, а вернемся в далекое прошлое, в 1976 год, где и началась история Intel 8086. И началась она с совершенно другого процессора. В 1976 году компания Intel поставила перед своими инженерами серьезную задачу – создать первый в мире микропроцессор, поддерживающий работу в формате многозадачности, а также обладающий встроенным в чип контроллером памяти. Сейчас эти технологические особенности можно без труда обнаружить даже в самых доступных процессорах на рынке. Но 42 года назад подобные технологические новшества обещали перегнать целую эпоху. Intel планировала перейти на 32-битные вычисления в тот момент, когда господствовали 8-битные системы, и даже 16 бит были очень далеко. К сожалению или к счастью, амбиции руководителей Intel столкнулись с суровой реальностью в виде нескольких переносов сроков, технологическими проблемами и осознанием того, что технологии 1976 года еще не шагнули так далеко, чтобы воплотить в жизнь такие смелые задумки. А главное, Intel настолько увлеклась созданием, как сказали бы на Западе, овер-инженеринг архитектуры, что упустила из виду практичность с точки зрения программного обеспечения. Именно непрактичность и нарочитую усложневные системы раскритиковал на одном из совещаний приглашенный эксперт по имени Стивен Морс, 36-летний инженер микроэлектроники, специализирующийся тогда на программном обеспечении. Тем не менее, Intel не торопилась учитывать критические замечания, поэтому заметки Морса отправились в долгий ящик. Но, как оказалось позже, они были крайне полезными. Уже в июле 1976 года небольшая компания Zilog, основанная изобретателем Intel 4004 и Intel 8008 Федрико Фаджином, а также менеджером Intel Ральфу Мунгерманом и еще одним разработчиком 4004 японцем Масато Сисима, представила на рынке свой процессор Z80, ставший фактической работой над ошибками на базе Intel 8080. Усовершенствовав архитектуру оригинального процессора Intel, команда Zilog предложила недорогой и производительный процессор, сразу же полюбившийся многим производителям техники и ведущих платформ того времени. Именно Z80 лег в основу легендарного ZX Spectrum, а также был установлен в не менее известный Commodore 128 в качестве сопроцессора. Z80 стал невероятно успешным во многих уголках мира, и этот успех не мог остаться незамеченным. В Intel срочно решили, что Z80 нужен достойный конкурент. Именно здесь руководители компании вспомнили о замечаниях Стивена Морса и предложили тому возглавить создание принципиально нового процессора, признанного составить конкуренцию новинки от Zilog. Intel не видели особенных причин задавать рамки в этом проекте. Тогда всем казалось, что новый процессор будет быстрым ответом на Z80 и забудется в течение следующих лет, поэтому Морс получил зеленый свет на любые эксперименты. Именно навязчивая мысль о том, что процессор должен строиться вокруг эффективности работы с программным обеспечением, как выяснилось позже, стала ключевой для развития всей индустрии. В мае 1976 года Стив Морс приступил к работе над архитектурой нового процессора. В сущности, задача, поставленная перед Морсом, была проста. Если новый 16-битный чип должен давать значительное увеличение скорости по сравнению с 8-битным 8080, он должен отличаться по ряду параметров. Но Intel хотела добиться, чтобы потребители обращались к ней повторно. Как один из способов добиться этого, рассматривалась возможность перевода на более высокий уровень системы, разработанной для менее мощного процессора, при замене которого новым она будет работать. Для этого, в идеале, новый процессор должен быть совместим с любой программой, написанной для 8080. Морсу приходилось отталкиваться от проекта 8080, в соответствии с которым процессор назначал адрес каждому месту, где хранились числа, подобные ярлыкам классификатора. Адреса представляли собой 16-битные двоичные числа, что позволяло обозначить 65 536 различных адресов. Этот потолок был приемлем, когда разработчикам требовалось экономно использовать память. Однако теперь потребителям понадобился больший объем, они настаивали на преодолении барьера в 64 килобайта. В июле 1978 года новый процессор, получивший название Intel 8086, появился на рынке. Его выход не стал фурором или невероятным успехом. Впервые процессор попал на прилавки в составе нескольких бюджетных компьютеров, не пользующихся популярностью, а также использовался в различных терминалах. Чуть позже он лег в основу микроконтроллера NASA, где использовался для контроля над диагностическими системами ракетного пуска вплоть до начала 2000-х годов. Морс покинул Intel в 1979 году, как раз перед тем, как компания представила Intel 8088, практически идентичный 8086 микропроцессор, обеспечивавший совместимость с 8-битными системами через деление 16-битной шины на два цикла. Сам Морс назвал этот процессор кастрированной версией 8086. Легендарный статус 8088 получил позже, когда в 1980 году IBM впервые задумалась о покорении рынка персональных компьютеров и создании компьютера, который был бы достаточно недорогим, и включал в себя комплектующие среднего класса. Именно IBM 5150, более известный под брендом IBM PC, получил в основу процессор 8088, по сути все тот же 8086. Благодаря чему Intel стала широко известной даже в кругах рядовых пользователей. А ведь на место 8088 претендовала и Motorola 68000, основа первого Apple Macintosh, но руководство IBM отдало предпочтение Intel. IBM PC быстро превратился в главную силу на рынке компьютерных систем, и Intel, следуя логике дальше-лучше, продолжила выпускать процессоры 80186, 80286, 80386, 80486 Pentium и т.д. на базе все той же основы Стивена Морса, заложенной им еще в 8086. Именно благодаря двум последним цифрам архитектура стала известна как x86, а невероятная популярность компьютеров IBM обеспечила Intel огромные прибыли и узнаваемость в качестве бренда. В плане архитектурных особенностей, Intel 8086 во многом опирался на опыт разработки процессора 8080 и его был у совершенствованного собрата 8085, вышедшего на рынок летом 1976 года. Несмотря на некоторые параллели, 8086 стал первым 16-битным процессором компании, располагавшим 16 каналами данных и 20 адресными каналами, способными обрабатывать до 1 МБ данных, а также имел широкий набор инструкций, позволявших, среди всего прочего, проводить операции деления-умножения. Особенностью работы 8086 было наличие двух режимов, минимального и максимального, последний из которых предполагал использование процессора в системе с несколькими процессорами, а первый в классических системах с одним процессором. В Intel 8086 впервые появилась очередь инструкций, позволяющая хранить до 6 байт инструкций напрямую из памяти, значительно сокращая время на их обработку. 16-битная природа процессора не была основана лишь на нескольких компонентах, ведь 8086 составляли 16-битный ALU, 16-битные регистры, а также внутренняя и внешняя шина данных, обрабатывающие данные по 16-битным инструкциям, благодаря чему система работала значительно быстрее, чем с более ранними процессорами Intel. Конечно, из-за такого масштабного набора инноваций, 8086 был значительно дороже предшественника, но и в подобном ключе у потребителя был выбор. Intel предлагала купить новинку в нескольких вариантах, зависевших от частот процессора, они варьировались от 5 до 10 МГц. Intel 8086 стал первым 16-битным процессором компании, доступным в 40-контактном DIP-корпусе, который наряду со множеством прочих особенностей стал одним из стандартов микроэлектроники последующих лет. Стивен Морс, создавая концепцию небольшого дочернего процессора в стенах Intel, едва ли мог предположить, что находится на пороге создания исторического микропроцессора. Выход Intel 8086 был скромным и неоднозначным, однако его младший брат 8088 обрел славу в составе IBM PC XT, позволив компании Intel обрести известность и получить колоссальную прибыль. Архитектура x86 легла в основу всех дальнейших процессоров Intel, осознавший удобство и универсальность концепции Морса. Сначала программное обеспечение, потом начинка. Каждый следующий процессор строился на фундаменте предыдущего, обрастая новыми технологиями, инструкциями и блоками, но по сути своей немногим отличался от 8086. И даже сегодня, глядя на i7-8086K, нужно понимать, что где-то глубоко внутри него еще находятся корни того самого процессора, увидевшего свет 40 лет назад, ознаменовавшего открытие эпохи X86.